Маску дать вам? Не, не, не надо. Какой-то беспердел у вас. Что за безобразие такое? Пусть идут лечиться. Всем привет! Сегодня очередной клиент Хроник, то есть хронический клиент из месяца в месяц. Не Википедия, словарь Авери. 13 февраля клиентка пришла на коррекцию. Втирающим слоем применяю базы Фиоры. Именно втирающим потоньше, так как сверху будет укрепление гелем от Манаси. 179 номер. Баночки он розовенькие, но на деле выглядят как белесый, опаловый, с еле уловимым розовым оттенком. Красивый цвет. И работать я буду с гель-лаком Венолиса. Сначала намечаю косой френч, дальше уже дорабатываю тонкой кисточкой. Цвет хороший, плотный, в один слой лег. Этот дизайн выполнен по пожеланию клиентка, то есть она заранее мне скинула фотографию. Серебристым гель-лаком намечаю кантик. Далее с Алиэкспресс черной ленточки, палочки-выручалочки, такие ленточки-выручалочки. Только перед их применением нужно снять липкий слой, иначе на липкость они плохо приклеиваются. Вензеля буду рисовать гель-краской Fenshing May. И моя ошибка была здесь в том, что я сняла липкий слой только с того места, где клеила полоски. Оказывается, вензеля по этому гелю плохо ложатся, растекаются. И на мизинчике вензеля у меня таки растеклись. Но в дальнейшем я, конечно, с остальных ногтей липкость сняла. Далее буду использовать голубые стразы. На Алиэкспресс они продаются по размерам. Очень удобно. И также удобно использовать пластиковый бокс. Стразы я всегда креплю на базу Фиоры. Они хорошо держатся на ней. И вот, как видите, у меня есть стразы и побольше, и поменьше одного цвета. Ссылку на эти наборы я оставлю так же, как и на бульонке. Топ от Манаси у меня в таком поезженном уже виде, потому что кончается. И на стразы я не захожу, чтобы они не потеряли блеск. Если грани перекрыть, то характерного блеска от страз уже не будет. Поэтому и кисточкой прохожусь вокруг страз. И вот такой дизайн в стиле барокко, а вовсе и не в стиле колхоз или цыганщина у нас получился. Почему-то сейчас принято обругивать красивые вензельковые дизайны. И у меня подозрение, что это идет от мастеров, которые не умеют рисовать. Но это не точно. Ой, спасибо! Я его посажу. Он же сейчас... Ой, спасибо. Он же будет дорасти в огороде-то, если сейчас... А знаете, как сказали? Как тюльпаны в зиму. А сейчас... Ой, пахнет как... Да, он как освежитель домашний. Вообще так пахнет. Наконец-то! Я пришла! Потом еще день-два, и вот этот вот отходит. Где-то ткнешься? Это вам... Это... От коронавируса. А, да-да-да. Маску дать вам? Нет, нет, не надо. У нас даже в связи с коронавирусом пришло письмо от там генерального директора. Кто не на больничном с 15 марта не идет на больничный, 15% от оклада доплачивает. Что за безобразие такое? Представляете? Мы вчера как прочитали письмо от генерального. Какой-то беспердел у вас на работе. Да-да-да. Это где это? В атаке. Работников атака вынуждает выходить в карантин? Нет. Кто не заболел, на больничный не ушел. С 15 марта, и пока не определенное время до какого. 15% от оклада. Ну так, в принципе, да. Пусть идут лечиться. Ну, у нас в журнал завели по Роспотребнадзору. Приходишь в утро, тебе температуру чуть повышенная, да, мой на карантин. Итак, сейчас мы заценим, хорошо ли вела себя база Фиоры в плане базы. Потому что заценивать ее в качестве клея для страз нет смысла. Всегда так сложно отдирать, что сегодня не захотела мучиться, испиливаю фрезой. Надеюсь, вы не будете повторять, но если вдруг, то следите, чтобы стразы отлетали вниз, а не в лицо. База Фиоры отработала хорошо, кроме среднего пальчика. Почему-то вот на нем, на одном была знатная такая отслойка практически на весь ноготь. Может быть, от удара он отслоился. Не знаю уж почему, но вот один только пострадал. Отслойки нужно, конечно, спиливать и особенно тщательно. Их нужно спиливать с краев, потому что если оставить отслойку на краю ногтя, точно будет очередная отслойка. Но если ногти истонченные, и вы видите, что какие-то небольшие отслойки в центре ногтя, мне просто многие пишут, почему вы оставляете. Вот, например, как в данном случае. Они будут перекрыты сверху базой, материалом. То есть микроскопические отслойки в центре ногтя можно оставлять. Тестировать буду прозрачную базу от Patrice Nail. Она очень жиденькая, хоть называется каучуковая. Но мне она как раз подходит, потому что толщина от базы не нужна. Я опять буду укреплять гелем Manassi. Кстати, у кого проблемы с перчатками, у кого в регионах они подорожали, сходите на Wildberries, там они пока дешевые. Я вот купила себе две пачки вот таких виниловых. Хоть у меня и лежит еще запас. На всякий случай. Потому что что с ценами будет дальше, неизвестно. И пластины для стемпинга, которые буду сегодня использовать, тоже на Wildberries купила. Потому что с Алиэкспресс вроде бы и дешевле, но ждать дольше. А на Wildberries можно также одну пластину всего купить. И она приедет очень быстро, за 2-3 дня. И сегодняшняя пластина двойная. Она стоит 250 рублей, но там две штучки. Набор таких бабочек. Клиентка попросила дизайн, который очень был похож на предыдущий. Поэтому я ее уговорила немножко вида изменить его. А в качестве основного покрытия гель-лак Бьюти Люкс весенняя серия. Пользуюсь специальными красками. Это лак. Не гель-лак, а лак для стемпинга. Мне нравится Николь Дарья с Алиэкспресс. Но также я купила в инстаграм. Не так давно я показывала базу для литья. Тоже в том же месте купила в инстаграм. Но она у меня уже застыла. Вот буквально за 2-3 месяца все, она пришла в негодность. А черный гель-лак от этой же фирмы, он полупрозрачный. Черный отпечаток не настолько яркий, как должен быть. В общем, я разочаровалась и заказала опять на Алиэкспресс от Николь Дарья остальные цвета. Алиэкспресс от Николь Дарья. Ну и чтобы осовременить дизайн, я наклеиваю надпись. Может быть, она здесь уже и была лишняя. Но мне кажется, что надписи по-любому делают дизайны более современными. И так как заранее на типсах я дизайны не отрабатываю, конечно, это все экспромтом получается. И наперед не понимаешь, как это все будет выглядеть в итоге. В комментариях писали перегружено, не перегружено. Может быть, и перегружено, но повторяю, что заранее я не могу представить, как это будет выглядеть, поэтому ориентируюсь по ходу дела. Ты мне опять мешаешь работать? Ты опять мешаешь работать, Каська? Кто мешает работать? Гав! 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 Но пока мне все нравится, потому что у меня бзик в сторону стемпинга. И я, наверное, чего-то не улавливаю, а тихонечко тащусь от этих отпечатков. Хроники у меня еще не закончились. Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на канал. А я с вами буду прощаться. Желаю вам творческого вдохновения. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!